В прямом эфире новости на своем. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. В ближайшие полчаса расскажу о главных событиях дня. Теперь свои упаковки и свои крышки. О замене зарубежного сырья на производство минералки. Сюжет Виктории Шкальной. Солнечная погода и море детских улыбок. Как ставропольцы провели свои выходные, расскажет Анастасия Толстолуцкая. И грянул гром в крае. Объявлено штормовое предупреждение. Подробности в конце выпуска. Анастасия Толстолуцкая. Анастасия Толстолуцкая. Мы помогаем нашим региональным операторам, да и людям чувствовать себя комфортно. Потому что, ну слушайте, или утилизация мусора, это один из наших основных приоритетов. И в части экологии, да и просто организации быта. Пожалуйста, отработайте. Также на совещании губернатор Владимир Владимиров отметил, что муниципальные выборы в регионе прошли без серьезных происшествий. Огромное спасибо нашему центральному избирательной комиссии, потому что очень профессионально отработали. Результаты подводятся, будут оглашены. Поэтому, уважаемые главные, спасибо сотрудникам полиции. Обеспечиваем безопасность на этих выборах. Огромное спасибо. И к другим темам. Теперь своя этикетка и своя тара. Производители минеральной воды в Есентуках нашли альтернативу зарубежному сырью. Завод полностью перешел на отечественных поставщиков. Результаты оценила моя коллега Виктория Шкальная. Громкое производство на этом заводе начинается с чистой тары. Стеклянные бутылки по ленте поступают на производственную линию. За автоматизированным процессом следят операторы. Я смотрю внешний вид, осматриваю бутылку на соответствие утвержденному внешнему виду, чтобы не было поврежденного колпачка, чтобы этикетка ровненько была наклеена. Также каждый час бутылки с лентой отбирают на пробы в лабораторию. Контроль качества для лечебной минеральной воды – важный фактор. Но это не менее важная часть производства. Через клеевой узел намазывается, этикетка промазывается, переходит дальше до прижимов, поступает на другой этикеровочный барабан и выходит с готовой этикеткой на бутылке. Если знаменитая вода из скважин номер 4 и 17 в Есентуках не требует никаких зарубежных поставок, то с сырьем для упаковки на предприятии возникли сложности. Ранее алюминиевые колпаки и цветные этикетки привозили из-за границы. Теперь краску и крышки для бутылок завод закупает у отечественных производителей. Мы с нашими поставщиками совместно тестировали различные клеи, пленки, колпачки, произведенные из сырья, так скажем, дружественных стран. На настоящий момент мы эти все трудности, в общем-то, прошли. Производство работает успешно, уверенно. Мы работаем над производственной себестоимостью для того, чтобы наш товар на полке был вполне конкурентоспособен и негативных последствий, в общем-то, наши потребители не испытывали. Также на производстве используют российскую стретч-пленку и стекло. И теперь завод полностью перешел на работу с отечественной продукцией. Даже ночью работа на этом заводе в Весентуках не прекращается. Единая линия по розливу минералки работает круглосуточно. И специалисты здесь трудятся в четыре смены. А в сутки выпускают более 150 тысяч бутылок. Спрос на минералку высокий в любое время года из-за лечебных свойств. Поэтому и с наступлением холодов завод продолжит в таком же ударном темпе работать и поставлять по всей стране полезную воду. А насладились Ставропольская минералка и Виктория Шкальная, Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Полное погружение в историю. В эти выходные тысячи ставропольцев посетили фестиваль исторической реконструкции «Наследие степей и гор». На каких музыкальных инструментах играли скифы и как выглядели домики, в которых жили аланы. Анастасия Толстолуцкая прокатилась на лошади и познакомилась с культурой и бытом кочевых племен. Защитный шлем, щит и мягкое оружие. На этом празднике каждый желающий смог почувствовать себя настоящим рыцарем, а еще музыкантом, гончаром и лучником. Для Ставрополя это уже второй фестиваль исторической реконструкции «Наследие степей и гор». Здесь есть множество экскурсий, мастер-классов и конные прогулки. Сегодня мы попробуем все. На площади оживленная торговля, рядом бегущие за ветром. Воздушных змеев запускали дети и взрослые. Но главные здесь скифы, сарматы и аланы. Эти народы кочевали на территории нашего края в период с 7 века до нашей эры и по 8 век нашей эры. А вот какую одежду носили аланы и чем украшали дома скифские девушки, это наглядно показали на фестивале. Теории для ставропольцев провели на территории крупного археологического памятника предкавказья. Это музей-заповедник «Татарское городище». Вот так они по одной вставляются. Такой ковер заменял скифом кровать. В кропотливом ремесле себя попробовали современные любители спокойного отдыха. Мне, конечно, понравилось, но для этого нужно иметь много терпения. А это уменьшенная копия скифского музыкального инструмента. Напоминает он гусли викингов. Может, она была смычковая какая-то, может, переборами игралась. Это неизвестно. Но как вариант играть, это держать большим пальцем и мизинцем. И вот пальчики туда аккорды, сюда аккорды. Но она сильно расстроена. К соседнему лагерю мы добрались на кочевом транспорте. Я, конечно же, не сдержалась и прокатилась сегодня на древнем средстве передвижения. На лошади. А на этой площадке организовали большую гончарную мастерскую. Было много красивого. Я желаю, чтобы больше таких фестивалей было. Я сначала хотел сделать вазу, а потом получилось для винограда вазу. Этой площадке можно и посвистеть. Делать я этого не умею, но мы ведь решили сегодня с вами, что будем делать здесь все. На фестиваль древних народов приехали и знатные дамы. Скрылись от палящего солнца они под зонтиками. Так делали девушки в 19 веке. Всего в мероприятии приняли участие 15 археологов и 3 ставропольских реконструктора. Всем очень интересно и очень нравится. Тут есть разные интерактивы, такие как лепка из глины. Также мы ходили, делали амулеты своими руками. Это очень здорово, так как в ритме городской жизни этого не хватает. В принципе, присутствую я на многих таких мероприятиях. Мне очень нравится. И детей много, и взрослых много. Интересно. Проводится второй фестиваль реконструктором. И, конечно же, он обрастает, помимо тех древних реконструкций, он обрастает и сопутствующими элементами. Это показывает, как производится керамика. А керамика – это один из древнейших видов ремесел. Я думаю, что в этом году на этот фестиваль посетило не менее 10 тысяч человек. И это выселяет оптимизм и говорит о том, что его надо развивать. На фестиваль принято приходить со своей семьей. Вот мы и выловили в толпе нашу ведущую Марину Мацарскую. Ведь СВОЮТВ – это одна большая семья. Ну а приняли участие в реконструкции боя Анастасия Толстолуцкая, Антон Поляков – Ставропольское телевидение. Марину, конечно, не узнать. Ну а фестиваль по просьбам, впечатленных раскопками и сражениями посетителей, обещают повторить. Формат полного погружения в историю действительно самый яркий и запоминающийся. Ну и последняя осень вступает в свои права. В крае до среды объявлено штормовое предупреждение. Синоптики пророчат нам сильные дожди и ветер порывами до 20 метров в секунду. В первой половине недели некоторые муниципалитеты накроют грозы, возможен град. При этом сильно не похолодает, что, конечно, радует. Так что готовим резиновые сапоги, дождевики. Одеваемся многослойно, чтобы никакая переменчивая погода не застала вас врасплох. Ну а подробный прогноз меньше, чем через минуту. Такими получились главные события дня. Больше новостей ищите на нашем сайте stv24.tv. Также мы есть во всех социальных сетях. Подписывайтесь. Далее прогноз погоды. У меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на вторник, 13 сентября. А вот и дожди. Осенние, первые. В центральных территориях края днем дожди, только в изобильном, пасмурно и без осадков. Температура не выше плюс 22. Ветер до 3 метров в секунду. Цветовой день 12 часов 41 минута. Магнитное поле спокойное. На Кавминводах аналогичная картина. Весь день без осадков и слабый ветер. В Кисловодске всего плюс 17 днем. В Пятигорске плюс 20. Ветер не выше 1 метра в секунду. На севере и востоке края днем без осадков. Просто пасмурно. В Нефтекумске плюс 25. В Дивном плюс 20. Ветер до 4 метров в секунду. На этом у меня все. Увидимся на своем. Субтитры подогнал «Симон»!